И мы начинаем наш еженедельный вебинар, посвященный анализу текущей ситуации на мировых финансовых площадках. Моя фамилия Макаров, зовут меня Михаил, я работаю в компании ИнстаФорекс. Если вы хотите смотреть этот вебинар не в записи, а, так сказать, непосредственно в нем участвовать, то вам нужно найти в интернете сайт нашей компании, инстаФорекс.ком, найти в расписании вебинаров на сайте этот вебинар. И каждый понедельник, если это не какой-то большой праздник, подсоединиться к вебинару, и вы сможете не только послушать, так сказать, в режиме реального времени то, что я говорю, но и задать свои вопросы, получить на них интересующие ответы. Итак, мы начинаем. Мы с вами встречаемся 26 декабря, это последний понедельник в этом непростом 2022 году. Следующий понедельник у нас будет уже в январе нового года, но поскольку это 2 января, то, если я не ошибаюсь, вебинара у нас не будет, потому что вряд ли, так сказать, будут какие-то важные события, все заняты праздниками. Не думаю, что на мировых рынках что-то изменится, и тем более, как показывает многолетний опыт на рынке, события, которые происходят в эту неделю, они, в общем-то, происходят на небольших объемах, так сказать, иногда там труднопредсказуемые, могут быть какие-то скачки, гэпы, просто вот, ну, низкий объем, основное количество людей отдыхает сейчас, так сказать, в наиболее богатых странах. Поэтому я думаю, что мы встретимся уже с вами где-то примерно числа 9 января, и тогда уже все обсудим более подробно. Значит, итак, Рождество, как мы знаем, празднует сегодня. Сразу скажу тем, кто следит или торгует, тем более на американском рынке, что сегодня американский рынок закрыт на Рождество, и начнет он торговать уже только завтра. Ну, соответственно, поэтому мы, естественно, не видим движения на американском рынке, но и поэтому мы видим настолько слабые, например, движения, допустим, вот на европейской валюте, на валютном рынке, потому что, ну, главный, так сказать, один из главных участников рынка отсутствует. В общем, ну, во-первых, и в Европе тоже празднуют Рождество. Япония, конечно, так сказать, она торгует, там и в Китае идет торговля. Я, опять же, скажу, что сегодня, в понедельник, так сказать, возможно, так сказать, на праздничном фоне довольно интересное событие, что нефть растет почти на 4%, вот, почти до 84 долларов за баррель Brent. Вот, немного вырослись сегодня, так сказать, фондовые индексы, главные Японии и Китая, плюс 0,3, плюс 0,4% утром. Вот такой, собственно, у нас фонд на открытии недели. Что произошло в последний торговый день перед Рождеством на рынке США? Рынок США немного вырос, и фактически мы видим на нем формирование такого дна. Цена закрытия по индексу S&P 500 3843, ну, вот где-то там по 3800-3820, вот идет формирование такого некоторого дна, и идет второй, собственно, попытка отскока. Какие новости были последними? Последними в пятницу были новости, посвященные инфляции и доходам и расходам американцев. По инфляции, в принципе, новости были позитивные, потому что, так сказать, инфляция вышла ниже прогноза, так сказать, на уровне 0,1-0,2% в месяц, это вполне приемлемо, но инфляция пока еще остается довольно большой на годовой базе, то есть, так сказать, ФРС же достаточно консервативный, и, разумеется, им нужно не только, чтобы один месяц или два месяца было снижение инфляции, а для того, чтобы цены стабилизировались на уровне низкой достаточно инфляции. Вот, поэтому, как бы, все равно вопрос повышения ставки ФРС не снимается полностью с повестки, хотя мы знаем, что темп повышения существенно будет замедлен в 2023 году. Вышли новости по рынку недвижимости, как и ожидалось, так сказать, идет, хотя темп этого падает, но идет замедление нового строительства в Соединенных Штатах. Это неудивительно, потому что ставка по ипотеке довольно высока. Это вообще, с точки зрения американского рынка, это, ну, на таких достаточно максимальных уровнях, и вот на базе год, то есть по сравнению с прошлым годом строительство и вообще и покупка недвижимости примерно на 15% ниже, чем в прошлом году. Это довольно много. Ну и, как я говорил, на самом деле цены довольно высокие. Цены, так сказать, существенно выше даже, цен на недвижимость в Соединенных Штатах существенно выше даже максимумов вот перед предыдущим кризисом 6-7 года, когда именно пузырь на рынке недвижимости привел вообще к большому экономическому кризису восьмых-девятых годах, к мировому финансовому кризису. Вот, то есть цены на недвижимость по-прежнему остаются высокими, но спрос снижается. А спрос снижается, соответственно, ну, цены, по крайней мере, расти-то точно не будут в ситуации вялого спроса. Вот, как бы такая ситуация. Все, конечно, пытаются заглянуть в 2023 год, что же там нас ждет. В общем-то, так сказать, считается, что рынок Соединенных Штатов не ждет ничего особенно хорошего в 2023 году в течение, так сказать, большей части времени года. Скорее всего, это, наверное, правильно. По той причине, что, с одной стороны, конечно, ставки ФРС так существенно повышать не будут, и это как бы плюс. С другой стороны, ставка ФРС и так уже довольно высока по историческим меркам, и снижение, так сказать, такого острого снижения, как бы, не планируется. В то же время рынок труда до последнего времени оставался достаточно сильным, и фактически экономика Соединенных Штатов пока справлялась с повышением ставки ФРС. Но дело в том, что эти ставки, высокие ставки по кредиту, они будут давить на экономику, собственно, и далее. И в первом, и во втором квартале будет происходить снижение спроса. Многие компании уже проводят сокращение Штатов, проводят закрытие там офисов в других странах. Компания Tesla, мы, например, знаем, как вот, ну, как такой передовой автопроизводитель, он, например, закрывает заводы в Мексике. Он сокращает, хотя он как бы сопротивляется информации об этом, но, судя по всему, он сокращает производство в Китае. Вот. Более далее, значит, в этом месяце, как я понимаю, Tesla предложила существенную скидку на тем, кто покупает автомобили. Скидка, по-моему, составляет там до 12, там, что-то или больше тысяч долларов. Довольно серьезная сумма. Вот. То есть, как бы, есть проблемы, конечно, со сбытом. Они будут нарастать, вот, по той причине, что, ну, высокие проценты, а американцы очень, ну, по крайней мере, все крупные покупки, такие как недвижимость и автомобили, абсолютно большинство американцев совершает, конечно, в кредит. И сроки там кредитов не очень маленькие. Конечно, значительная процентная ставка существенно повышает для них стоимость вот этой вот покупки. Вот. Это что касается, значит, Соединенных Штатов. Но, с другой стороны, насколько будет еще новое сильное падение рынка, так сказать, американского, это вопрос, потому что сейчас индекс S&P 500 стоит довольно близко к своим минимумам этого года. Гораздо ближе к минимуму, чем к максимуму, потому что максимум был показан в самом начале января. Вот. И оттуда, от января, примерно 20%, ну, 19% падения индекса S&P 500 вот по закрытию на вчерашний день. В принципе, наверное, вероятно, так сказать, новая волна падения. Но как это будет происходить? Может быть, будет сначала некоторый рост, а потом упадет волна падения. Вот тут надо наблюдать и следить, потому что, конечно, интересно, был бы выкупить некие, так сказать, цены около некоторого дна рынка. Вот. То есть я думаю, что вот в течение там первого квартала, второго квартала будет такая серьезная большая болтанка, так сказать. С другой стороны, я так полагаю, что если, например, экономика Соединенных Штатов начнет очень сильно пускать пузыри, все пойдет вниз, и реальный сектор пойдет вниз, и, как бы, рынок фондовый пойдет вниз, то если, так сказать, эти события начнут самозамыкаться и будет серьезное падение, я думаю, что ФРС не устоит, как бы, и сделает какой-то шаг навстречу экономике и рынкам вот в этот, так сказать, непростой момент. То есть где-то они, я думаю, вступят с поддержкой. Что касается европейской, ну вот плавно, грубо говоря, от рынка Соединенных Штатов, если перейти к евро-доллару, да, вот, ну мы видим, что к евро-доллару как залег, между там 1.06 и 1.07, так, собственно, не собирается пока никуда двигаться, и непонятно куда, я думаю, что все-таки будет попытка некоторая пойти наверх, а вот там, я думаю, будут хорошие точки, хорошие точки, так сказать, для продажи. Вот, ну, почему я по-прежнему посмотрю на евро-доллар вниз, по той причине, что, как я уже говорил несколько раз, и, так сказать, это сохраняется в силе ситуации, сколько про это пока не говори, что европейская экономика пока еще только входит в серьезный такой энергетический кризис. Так сказать, европейскую экономику очень многие пугали, что они будут иметь просто физический дефицит энергоресурсов, и всякие рисовали апокалиптические прогнозы, что вот европейцы сейчас замерзнут, что у них там не будет ни света, значит, ни тепла, ни воды, из-за этого, значит, из-за отсутствия энергоресурсов, это все, конечно, бред собачий, ничего такого не будет, как бы будет у них все, и свет, и газ, и тепло, и они уже решили этот вопрос. Не в последнюю очередь это связано с тем, что просто, ну, как бы так сложилось, не будем, как бы, говорить более подробно о причинах, что риск того, что у европейцев будут серьезные проблемы с энергетикой, стало понятно уже, как бы, в конце февраля, начале марта этого, 2022 года. Да, и, так сказать, европейцы, поскольку они люди, в общем-то, хотя и консервативные, и медлительные, так сказать, но при этом достаточно неглупые, они поняли, что им нужно принимать какие-то серьезные меры, особенно Германия, также Франция, Англия, они поняли, что им нужно принимать какие-то меры для того, чтобы подготовиться как-то серьезно к новому, так сказать, к холодному периоду следующему. И меры, собственно, были приняты. Да, это потребовало значительных местами, даже, может быть, огромных каких-то финансовых ресурсов, но Европа не бедная, так сказать, не самое бедное место на Земле. Деньги у них есть, и, так сказать, эти деньги они нашли, они вложились, они решили эти вопросы. Вот, ну и, наверное, еще, так сказать, как-то существенно помогает тем, что, вот, судя по ситуации на 26 декабря, зима, в общем-то, не собирается быть, по крайней мере, какой-то аномально суровой. Может быть, еще будут морозы, так сказать, какие-то, может быть, и в Европе даже, там, в январе-феврале, но так или иначе, сегодня 26 декабря, то есть зимы осталось, в общем-то, ну, два месяца. Уже не три, уже, собственно, два месяца, да? Вот, поэтому Европа с точки зрения физического наличия энергоресурсов, конечно, пройдет, ну, тем более, я что хочу сказать, что, во-первых, и резервы, конечно, есть, но дело в том, что, так сказать, ну, абсолютное большинство периодов Балтики является незамерзающим морем, так сказать, ну, в районе, там, западно-германских портов, во всяком случае, да? Да, и там эти газовозы могут подойти, и, так сказать, не только можно пользоваться резервами, но можно еще и завести там дополнительно. То же самое касается и нефти, и так далее. То есть Европа имеет и где взять, и, так сказать, и каким образом доставить, все, в общем, с этим будет нормально. Но цены, конечно, да, то есть проблема состоит в том, что цены, конечно, очень высокие, они существенно больше, причем больше, чем в прошлом году, они просто в разы, не на проценты, а в разы, там, в несколько раз больше стоимость энергетики и газа для промышленности, и электроэнергии. И это, конечно, очень больно бьет по экономике. В первую очередь, там, по экономике Германии, конечно, и будет идти перестройка, так или иначе, то есть какие-то отрасли будут там закрываться, какие-то будут переводиться в другие страны, может быть, так сказать, люди там будут переориентироваться и так далее, и так далее. Конечно, это не может обойтись совершенно бесплатно, это будет сколько-то стоить, это будут какие-то просадки в ВВП, и вот это, конечно, мы увидим в том числе на европейской валюте, потому что вот это снижение эффективности европейской экономики, дополнительные затраты, они, конечно, отразятся там на курсе евро. Поэтому я полагаю, что как бы будет еще один заход, ну, скажем, до весны, наверное, будет еще одна волна, допустим, снижения там европейской валюты, вполне вероятно, да, хотя все зависит будет от динамики, то есть если, например, она снизится, то, может быть, уже там пунктов через там 300, так сказать, можно будет искать точки для покупки. Но если она пойдет наверх, то я думаю, что есть смысл пытаться ее продавать, вот европейскую валюту, да, но с другой стороны совершенно понятно, что когда зима уже точно пройдет, так сказать, когда уже солнышко основательно пригреет и станет понятно, что в этом году уже холодное время закончилось, спрос, так сказать, для отопительных целей будет явно снижаться, я думаю, что это даст, так сказать, дополнительный толчок оптимизма, так сказать, для европейской валюты, вот, поскольку совершенно понятно, что, ну, самая тяжелая зима, она будет, это зима, так сказать, в любом случае, то есть если до следующей зимы, так сказать, проблемы вот эти все, так сказать, с энергетикой, они не прекратятся, то уж в любом случае, значит, будут учтены ошибки, какие-то недочеты, недоработки, которые были в этом году сделаны, в связи с тем, что такой высокий хороший спрос на жиженый природный газ уже активно, я думаю, идет развитие этого сектора, то есть строятся новые мощности, конечно, уже к следующей зиме, я думаю, будет больше предложений, а это, соответственно, вызовет и то, что и цены станут, ну, более как бы приемлемы, они, может быть, не упадут на уровень до вообще вот этого кризиса, к тому же, так сказать, неоднозначная ситуация в экономике Китая и, так сказать, явная такая, как мы говорили, стагнирование, так сказать, евроамериканской экономики, несомненно, скажется на спрос, в том числе и на энергоресурсы, вот, то есть спрос на энергоресурсы будет более-менее, расти сильно не будет, соответственно, мы можем, так сказать, возможность ожидать и снижения цен на энергию, то есть, с одной стороны, спрос снизится в теплый период, а потом и, как бы, предложение, может быть, увеличится, то есть, я думаю, что все стабилизируется, но вот, конечно, так сказать, ближайшие пару месяцев, я думаю, они могут быть непростые для европейской валюты. Ну, а в целом, значит, на этой неделе мы никаких особо важных новостей не ожидаем, да, собственно, некому будет особо их отыгрывать, то есть, сейчас, так сказать, все, как бы, все инвесторы там пошли праздновать, так сказать, заняты какими-то своими домашними делами, вот, поэтому, как бы, ну, встретимся после Нового года и обсудим уже то, что, так сказать, ту новую информацию, которая появится, и, так сказать, может быть, чуть-чуть какие-то будут движения какие-то, появятся новые мотивы, вот мы, собственно, их и обсудим. Ну, а на этом я бы хотел завершить, так сказать, нашу сегодняшнюю встречу. Всех с наступающим Новым годом, всего самого лучшего в Новом году, главное, чтобы вы, ваши родные, были все живы, здоровы, вот, так сказать, мирного неба вам над головой. Большое спасибо за внимание и до свидания. С наступающим Новым годом!